В России огромное количество различных бизнесов, Илонов, Масков, сетевых Джобсов и Сергеев Бринов, но только непрокаченных. И основная проблема, единственная проблема, то что они не могут работать и заниматься своим продуктом, а также находить дальнейший фандрайзинг. Поэтому я предлагаю сейчас новый, новейший финансовый сложный инструмент, который должен быть абсолютно в каждом банковском клиенте с пометкой «высокий риск». Но сейчас мы разберем, насколько это может принести большие «эксы». Так вот, что это такое? Это такой финансовый инструмент, похожий на облигации, только без стоимости и с отрицательным купоном. Он призван к тому, чтобы дать возможность хорошему девелоперу освободиться от необходимости работать на какую-то компанию и работать только на свой продукт. Без всяких формальностей. У банка должна быть какая-то экспертная группа оценщиков, которые будут помогать этот продукт интегрировать. То есть вообще все будут заинтересованы в том, чтобы этот продукт рос. И не просто смотреть на это и покупать вот эти финансовые инструменты, но и активно участвовать, давать комментарии, использовать этот продукт. И таким образом этот раунд сможет перейти на второй раунд инвестиций и на третий и так далее. Но сейчас мы говорим про первый раунд. И давайте посмотрим на цифрах, что же это такое будет. Ну, предположим, нам нужно платить 500 тысяч рублей в месяц разработчику средняя эти зарплата, чтобы он мог сконцентрироваться только на умственном труде и никаких отвлекающих факторов ресурсов свои он не тратил. Вот 500 тысяч. И мы берем, предположим, выборку из миллиона человек, которые вложат свои средства вот в этот первый раунд. И получается, что этому миллиону человек, каждому нужно будет заплатить в месяц всего 50 копеек, чтобы девелопер мог получать просто зарплату. Просто зарплату и заниматься только своим продуктом. 50 копеек в месяц. А что дает девелопер замен? Давайте смотрим 10% от своего продукта. То есть на первом раунде 10%, на втором 10% и на третьем еще 10%. Но мы сейчас говорим про первый раунд. 10% делим на миллион человек. И вот у нас получается, что от процента у нас есть только такая часть. То есть вот такая часть будет компания, если она будет успешна, будет принадлежать человеку за 50 копеек в месяц. А давайте теперь посмотрим, что случится, если эта компания действительно за 3-4 года станет успешной, выйдет на IPO и получит капитализацию. Для небольшого IT-бизнеса 1 миллиард долларов капитализации – это немного. Среднее – это 10-100 миллиардов долларов. А крупное – это больше 100 миллиардов долларов. Давайте посмотрим на небольшую-среднюю. Предположим, 10 миллиардов долларов капитализации через 4 года. Значит, 1% у нас будет 100 миллионов. Посмотрим, сколько же мы получим в случае успеха. И мы получаем 10, точнее, мы получаем 1000 долларов. Мы получаем 1000 долларов, если эта компания будет успешной. А при этом вкладываем мы сколько? Мы вкладываем 50 копеек. Предположим, год длится первый раунд. Умножаем 50 копеек на 12 месяцев. Вкладываем мы 6 рублей в год. И с этого получаем через 3-4 года, в случае успеха такого средненького, мы получаем 1000 долларов. 6 рублей – это по грубым оценкам 0,1 доллара. А это значит, что мы в итоге получим 10 тысяч иксов. Вот в нашей ситуации мы получим от этого бизнеса 10 тысяч иксов. Если будет чуть хуже ситуация, то 1000 иксов. Ну, тоже успешная ситуация, но если бизнес в итоге будет стоить миллиард, то 1000 иксов. Если бизнес будет стоить 100 миллиардов, то, соответственно, 100 тысяч иксов. Получается, что если мы вложим 100 долларов в год, а не 6 рублей, то мы сможем получить, соответственно, 1, 2, 3, 4, 0. Добавляем, получим миллион долларов. Конечно, здесь очень высокий риск, но здесь и очень высокие доходы. Если инвестор выберет правильного человека и что ему поможет, а мотивирует, то очень большая вероятность, что этот бизнес перейдет на второй, третий раунд, и потом IPO и капитализация. Субтитры создавал DimaTorzok